Надо действовать, нельзя сидеть сложа руки. В нашей программе есть такие люди. Это представители Тувинского общества. Скажите мне, пожалуйста, пока они сюда подходят, как на Тувинском языке будет Дедушка Мороз? Мы позовем сейчас... Наш ушел куда-то за подарками. Мы позовем Тувинского. Как мы его будем звать? Вот Дедушка... Понятно. А какой он Дедушка? А какой еще Дедушка Мороз сам по себе? Какой? Правильно. Кто сказал? Молодец. Холодный Дедушка переводится СООК и РЕЙ. Давайте позовем СООК и РЕЙ. СООК и РЕЙ. СООК и РЕЙ. О, Тувинский Бед Мороз. Здравствуйте, дорогие гости. Я привез вам привет с Саянских гор, с вершином Томлова. Желаю вам сибирского здоровья, счастья, успехов в личной жизни и работе и вообще огромного вам счастья во всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, а тут же дети есть. Ой, что-то мало их. Ну, я-то хотел с детьми поиграть. Для... Дед Мороз-то обычно для детей, а для взрослых-то... Дед Мороз только... Ну ладно, не буду дальше. Ну что, давайте послушаем Омака. Он вам расскажет, как в Туве у нас празднуют Новый год. Мордовинский Дашалгар. Мы рады сегодня быть с вами аспирантом ГУ ОМАК ШИРАПОН ИСТОРИКИ ВНОГРА. Кратко расскажем о Денисове. Добрый вечер. Амур Гадызе и Гунджан. Добрый вечер, дорогие наши... То есть, спасибо, что пригласили. Я немножко расскажу, что как празднует у нас Новый год. Новый год у нас называется Шага. От монгольского слова Сага, переводит русский язык, означает белый. Потому что зимой все становится белым, и от этого слова произошло слово Шага. Шага, то есть, вы знаете, празднуем Новый год, окна пришлось приходом буддизма. В России у нас есть три субъекта федерации, где исповедуют тибетский буддизм. Это вот Бурятия, Алмокия и наша Туа. Буддизм проник к нам примерно в 16-17 веках. До этого Новый год праздновали в глубокой осенью, в начале зимы, когда все, то есть, становилось белым, то есть, попал снег, и все замирало. И вот, начиная с этого года, начинается Новый год, то есть, праздник Нового года. А с приходом лунного календаря, буддизмского лунного календаря, обычно приходится на февраль. Нынче тоже будет в феврале. Празднуют таким образом, то есть, шага, это в основном семейный праздник. В основном у семейного родственников раньше. Так как мы в кочевнике, кочевая культура, все блюда, в основном молочные и мясные. Заготавливают еще осенью, то есть мясо, молоко. И это самый трезвый праздник, потому что в это время коровы телятся, и молоко исчезает. То есть, раку уже не водят зимой. И поэтому весь день это очищение тяган, дома, юрты. И целой ночью не спят, все праздничные туинские костюмы, национальную одежду, и ходят друг к другу в гости. И в это время один раз в год туинцы дорогаются. Это называется Джолупшур. Обычно вот так, заразу, как по-европейски, так не здоровались. Джолупшур это младший, старший, это один раз в год. А сейчас уже по-другому, уже по-европейским. А традиционный, вот с 31 декабря на 1-е, у нас начали праздновать год туинской народной республики. Это в 1930-е годы, когда указано, то есть правительство туинской народной республики. Это, точнее, в 1936 году. То есть мы сделали и мы традиционно говоря, у нас два, то есть первое на первое и, как правило, шага. Здесь, значит, вот в Москве мы внедряем в себя праздновать шага. То есть обычно здесь в основном студенты и аспирантов из ТУГа. То есть собираемся и вот в каком-то там дворце культуры или там ресторане праздновать наш шага. Спасибо. Всех с новым, наступающим Новым годом. По-турецки будет кенчедэш чарджел, то есть с наступающим Новым годом. Спасибо. Так, был у вас я год назад. Снова видеть вас я раз подросли. Дети-то большими стали. А меня-то вы узнали. Все такой, что я седой. Ну, совсем как молодой. Вместе с вами хоть сейчас я готов пуститься в пляж. Снова видеть в хоровод. Ну, хоровода нету. Взрослые в хоровод не будут вставать, потому что они стесняются. Но детей мало. Ну что, может быть кто-нибудь из детей все-таки стихи какие-нибудь расскажет или песенку споет Дед Морозу-то? Маша, ну-ка давай, Маша. К нам на елку, ой-о-й-о, Дед Мороз пришел живой. Ой, какая ворота, а на шапке-то звезда. На носу-то крапины, а глаза-то папины. Знаете, ну, раз уж так пошло, я хочу вам взрослым рассказать одно небольшое еще плачевное стихотворение. Два ребенка под окном собрались вечерком, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас подбили глаз, а у вас? А у нас недавно папа, вчера, придя на веселе, кошку выкинула кошка, вместо кошки стало дверь. Хех, а наш папа Бегемот, его мама так зовет, эх, Бегемотом удивил. Я у мамы крокодил, брат-осел, сестра-свинья, зоопарк, а не семья. К детям Боля подошел, посмотрел, домой пошел. Похвалиться не тем более, у него порядок в доле. Но, а Вова разговор продолжил снова. А у нас соседка Нюра-дура, у него измени мало, это мама так сказала. Хех, а у нас сосед соседом бил вчера велосипедом. Велосипедом и рот, да, мотоциклом, это да, это дело посложнее. Что сказал? Сейчас дам по шею. Петя Вова платил, Вова Петю колотил. Час валялись в пыли, а потом домой пришли. Папа с мамой от ужаса белые. Сейчас, ребята, ты улица сделала. А ведь улица дело десятое. Тут не улица виновата. Товарищи взрослые, мы в ответе за все, что делают наши дети. Спасибо.